Опухоль поджелудочной железы. Выполнены исследования. Компьютерная томография органа брюшной полости из брюшинного пространства без внутривенного контрастного усиления. С реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контуры печени. Ровные, четкие. Край не закруглен. В размерах печень не увеличена. Плотность паренхима равномерна. В среднем плюс 60-65 хаунсфилда без контраста. Локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. Сосуды системы воротной вены не расширены. Желчный пузырь грушевидной формы. Заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20-25 хаунсфилда. Без конкрементов высокой либо низкой плотности. Стенка не утолщена. Общий желчный проток не расширен. Внутри печеночные желчные протоки не расширены. В хвосте поджелудочной железы выявлено кистозное объемное образование поперечным размером около 2,8 см. Округлой формы. С ровными четными краями плотностью в центре около плюс 4-6 единиц хаунсфилда. Без перегородок. Включение кальция. С наличием хорошо различимой капсулы. Признаков инвазии окружающей жировой клетчатки не выявлено. В остальном поджелудочная железа обычного дольчатого строения с фистончатыми краями. В размерах не увеличена. Главный панкреатический проток визуализируется во всех отделах. Не расширен. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена. Без патологических включений в структуре. Надпочечники не утолщены. Не деформированы с обеих сторон. Почки. Объемных образований кист конкрементов в чашках и лаканках не определяется. Чашечная охланичная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон. Равномерно заполнены контрастом в экстреторную фазу. Не расширены. Не деформированы. Конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Мочевой пузырь обычной формы. Стенка не деформирована. Не утолщена. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов, а также свободной жидкости брюшной полости не выявлено. Деструктивных травматических изменений костей не определяется. Дегенеративные изменения позвоночника в сегменте L5-S1. Выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, содержащая пищеводный желудочный переход к икардио, а также жировую клетчатку размера около 7х5х4 см. Жировая клетчатка с признаками отек. Расстояние между ножками диафрагмы 3,5 см. Заключение. Кистозное объемное образование хвоста поджелудочной железы. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, преимущественно представлена перегастральной жировой клетчаткой. Рекомендуется КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастным усилением. Консультация онколога.